Всем привет, с вами Нильвгорн, это Sky Saga, я продолжаю играть и... Конечно, я не ожидал, на самом деле, такого от игры, потому что она... Она сложная, она не простая песочница, как вот, допустим, Майнкрафт там или что-то в этом роде. Майнкрафт, нет, Майнкрафт он сложный, но он сложный только тогда, когда вы не разберетесь, пока вы не разберетесь в рецептах. Здесь же... Здесь же нужно крабить, здесь же нужно ходить, добывать, постоянно что-то убивать, постоянные задания. И это круто, это интересно, это довольно-таки активное, постоянное действие, то есть вам всегда есть чем заняться, вам постоянно приходится что-то делать. Я опять, вот, выполнил задание, мне надо было скрафтить две кирки, я скрафтил, получил и... Новое задание получил, крафт металл Гловос. Кстати, я, может быть, и могу скрафтить металлические перчатки. Нужно 12 металл плейтов и роды металлические. Так, 12 металл плейтов у меня есть и род, и есть металлический род тоже. Ну-ка. У меня тут вот есть перчатки одетые уже, но они золотые как-то. Давайте закажем одни перчатки, почему бы нет. И пока идет ЗБТ, тут добавляются новые предметы, то есть вам дается и бонус, каждый день дается бонус к игре, то есть к крафту, к опыту, ко всему. И также я сейчас прокачал некоторые профессии, то есть, давайте, по-моему, я воина первого ранга взял и архитектора первого ранга взял, да, то есть первого. И мне пришло письмо с некоторыми, так сказать, плюшками и дали вот такое вот, давайте пока вот временно здесь факел так поставим, дали вот такое вот юз пвп пост, то есть, ну, пвп пост, в котором можно участвовать, как видите, в пвп. То есть, сурвивал, то есть, что-то, еще какие-то, я пока, похоже, не готов, то есть, я либо маленький, либо не одетый, либо еще что-то, то есть, можно участвовать будет в пвп, но пока что для меня, в принципе, это пока не важно. Для меня больше важно, знаете, что? То, что мне дали в одном письме, о, Harvest Metal Ore, я выполнил еще, нет, или, а, второстепенное, похоже, задание выполнил. Так, секундочку, перчаточку посводим. Мне дали вот такие вот Dark Heart, темные сердца. Для чего они нужны? Это для того, чтобы делать порталы. Вот такие вот порталы Dark Green, ну, в данном случае Green, можно белый, то есть, где-то вот сейчас найду, вот, вот, то есть, зимний портал такой же сделать. И давайте сделаем, я ни разу этого не делаю, и вот мне интересно сходить, посмотреть, как делаются, конечно, камни портальные, вообще, очень круто. Вот механизм этот просто, вообще, очень крутотецкий, на мой взгляд. Но я боюсь, что там будет довольно-таки сложно, и мне просто наваляют, но, нет, но мы все равно попробуем. Вот, так же сейчас я настрою, то есть, у меня, я сделал себе две кирки, тоже по заданиям надо было делать, то есть, одну золотую. Так. Ну что ж, посмотрим на этот мир. Очень интересно, что, я предполагаю, что он какой-нибудь может быть сильнее, может быть, там, он больше просто возможен. Может быть, какие-нибудь мапы там сложные, может, там какой-нибудь прям босс гигантский. Чего-то, вот, на самом деле, очень интересно. Ну и, собственно говоря, заценим давайте это. Сейчас загрузится. Понятное дело, уж. Пока модернизирую, то есть, прокачиваю скиллы, получаю новые уровни. Ого, боже мой. Это... Это что это? Это мы, типа, под землей, что ли? Ребятки, вот, вот это круто. Офигеть. Смотрите, прям реально под... Офигеть. Офигеть. Это... Это просто офигенно выглядит, ребятки. Так, переключимся. Крепость, смотрите, какие-то... Кто это? Волки? Ну, это волки, ладно. Крепость какая-то, здоровенная крепость при том. Ну, давайте вырез... Ого-го! Придется мне тут... Постараться, потому что я смотрю, какие-то волки... Огненные. О боженьки. Так, пока мечом подерусь, потому что мне есть... У меня есть задание на убийство крафтовым мечом врагов. Ребятки, вот... Вот... Как сказать? Вот этот биом мне очень нравится. Прям... Так, как ты... Блин. Я даже не знаю, как высказать вот это ощущение. Ну, такой тайный. Есть какой-то вот тайный. Такого необычного... Изземелья. Ух ты! Семь, придется чувствоваться, много кожи. Есть. Все пригодится. Коже все пригодится. Еще волчишка. Выполню задание, когда-то да. Так, понятно. Там враги такие у нас, значит. Я даже, честно говоря, не знаю... Это же не бандиты. У меня просто задание есть. Ну, давай. Ну, давай. Бери. Зарязывай. Смотри, как что делать-то. Он еще и убегает. Тяжеловато, на самом деле, драться. Тут бой... Вообще, на самом деле, здесь бой не такой легкий, как хотелось бы. То есть... Ты в церкви, смотри, что творит. Довольно-таки сложно здесь драться. И, блин, я уже вижу, что я проседаю. По... По жизням проседают. Так что давайте возьмем еду. Такую еду. И немножко... Мяса и овощи. Хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. По очереди прямо ускоряемся. И чтобы это восстановить... Ну... Чтобы восстановить жизнь полностью, мне нужен костер. Я до сих пор не разобрался с костром, на самом деле, потому что есть такая проблема, как... Блин, у меня не только это проблема, у меня камня еще нету. Ну, сейчас камень добудем. Это не проблема. Вот камень добыть вообще не проблема. Разберем сейчас стену просто, и все. Есть такая проблема, когда костер гаснет. То есть, он горит не так долго, как хотелось бы. То есть, он прогорает, и все. И заканчивается. Так, и все равно чего-то не хватает, а не хватает вуд-планков немножечко. Так, ладно, это тоже не проблема. В этом плане не подготовился. И как-то странно, честно говоря, ну, вот, на мой взгляд, это сделана система, что надо, чтобы жизни восстановились, надо поспать. Нет, это круто, но... Для этого нужно же постоянно делать костер. При этом, при всем, костер как бы гаснет, и еще мешаются враги при этом, при всем. То есть, очень есть много нюансов, которые мешают нормальному прохождению, так скажем. Так, тут прям-таки замок-то не... Это даже не то, что замок, это какое-то реально такое подземелье, которое довольно-таки сложновато. И так как у меня еще брони-то нормальной нету, будем... Кстати, вот... Вот этого капитана вообще нужно не подпускать, потому что вот он точно мне наваляет прям вот на 100%. Ну, нет, я его, конечно же, убью в данном случае, но он мне жизни очень много с ними, поэтому... Да умри ты, господи. Есть. Поэтому не будем просто их подпускать. Я собираю все, потому что все эти... Как бы это сказать? Все эти мячи, они тоже разбираются, и вполне можно ими пользоваться. Так. А здесь уж подавно нужно все собирать. Только вот единственное, вроде бы... До этого, честно говоря... А, вот, 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 вот. Еще, то есть, с бочки падают, допустим, деньги, дерево и еще такая железная пластина. Сейчас я покажу вам. Что довольно-таки круто. То есть, это пригодится в крафтах. Вот такая вот железная ирон плейт. То есть, не всегда, но падает. Поэтому, думаю, знаете, несложно разобрать предметы, но... Блин, освещение тут, конечно... Такое, знаете ли, сундук. Отлично. Отлично. Вот это я люблю, когда в сундуках есть материалы, сразу мне дают. Не забывайте, что... Так, я слышу, что кто-то ко мне идет. Давайте поставим здесь. Ну что ж, ты переключайся, а. Я прям... Попытаюсь... Я прям замолкаю на секунду, потому что... Ну, сосредотачиваюсь, боюсь, что проиграть... Ну, боюсь проиграть. Так что, ребятки, уж простите меня. Интересный данжик, интересный данжик. В том плане, что он, ну, необычный. Он только какой-то большой. И похоже... Похоже на территорию начался... Началась ночь. Ну, вообще как-то. Так. А вот... Так как? То есть у них нормально? Это как бы волки у них в замке гуляют? Это как бы нормально похоже, да? Все. Волки это на самом деле очень хорошо, потому что... Сундук. Ха! Так, а здесь у нас... А давайте пока что будем собирать все. Это сундук? Это тоже сундук. Ох, нифига себе. Будем пока что собирать все, потому что... То есть, смотри, тут еще и разные сундуки. Надо это... Вот это тоже сундук. Это надо учесть, чтобы... Так, кто-то, по-моему, идет ко мне. Да. Чтобы ничего не пропускать. Сами понимаете, прекрасно, что... В каждом сундучке может быть вообще какая-нибудь... Очень интересная вещь. Как минимум, я и находил в сундуках. И луки, и оружие интересное. То есть... Сами понимаете, лут нужно собирать в любом случае. Так... Еще сундук, смотрите, какой. Материала просто вообще очень много. Это хорошо. Так. Ну да, ночь на территории. Настал. И прям... Вообще очень страшный лес. С зеленой подсветкой. Это, конечно, сурово все выглядит. Но я буду замок зачищать в любом случае. Тут при том надо зачищать все, собирая. Прошу прощения. Просто пыльно в замке. Ну как бы и... Так, вот этого мы будем расстреливать. Я не хочу, не хочу и не буду на него тратить жизни. Мне его легче расстрелять. Лук не очень сильный. Поэтому... Да что, что? А я же в голову ему попал. Поэтому придется так вот драться. Много, много, очень много стрел выстреливать. Ну ладно, раз я туда пошел зачищать, то туда и пойдем. Потому что, мне кажется, так будет правильно. Так, еще два сундучка. Собираем сегодня ничего интересного. Вот, вот, вот это вот нужные вещи. То есть, ингредиенты для крафтов, это прям, вот, я считаю, самые лучшие вещи. Я слышу, что кто-то идет. И похоже, это наверху. Ах ты, заряда. Ах ты, заряда. Я решил... Решил меня подловить. Так, нормально. Так. Так, 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 так. Да что ж такое? Так, здесь у нас что? Это стена просто. Сундучки. А еще мне нравится, что я здесь один. Похоже, то ли этот мир... Ну, не каждый может открыть. Потому что это довольно-таки редкая вещь. Такие вот темные сердца для таких миров, они выпадают очень редко из финальных... Ну, не из финальных боссов, но таких охранников порталов, так сказать. Вы можете постричать, то есть, на картах порталы в свой мир. Там, как правило, стоит два сундука магических, больших. Вот это вообще прям отличный дроп. И такие рыцари. То есть, их когда убиваешь... Вот с этим бы я не хотел связываться. Все, я сейчас умру. Две жизни осталось. Две жизни у меня осталось. И вообще, вот это вот... Ребятки, это... Блин, да почему я же вот... Вот этого я убил здесь. Отступаем, отступаем. Я сейчас прямо вот замер, потому что... Я не вижу далеко, куда бежать. Я боюсь далеко отбегать. И я боюсь, если я сейчас вот здесь костер поставлю, то я опять умру. Насколько я... Насколько я заметил, что... К примеру... Волки и тому подобное... Ну, вот видите, он потух. И как его зажечь, я не знаю. Деревья в руки нельзя брать. На пол я раскидывал деревья. Тоже не получается это... Как-то взаимодействовать с костром тоже не получается. Вот честно, я не знаю, как разжигать костер. Так, опять мне, камень требуется. Блин, зараза. Ладно. Ну, в принципе, сами понимаете, что здесь нужно... Довольно-таки много. Деньги с чего-то мне падает. Ну-ка, а если... Факел же разбивать сниже тоже получается металлический... Да, металлик-рот. Ирон-рот. Ну, то есть металлические палочки. Поэтому вообще, по сути... Да, тут надо вообще все разбирать. Тогда дополнительные... Дополнительные блоки я получу. Ну, по крайней мере... Меньше буду тратить. Так, давайте здесь факел поставим, потому что... Потому что, чтобы, ну, совсем уж темно не было. Так, и еду, еду, еду. Я надеюсь, что здесь на каком-нибудь повыше уровне появится какой-нибудь, ну, я не знаю, бутылочки какие-нибудь или что-нибудь, зелье, которое бы восстанавливало намного быстрее жизни и при этом не нужно было бы спать рядом с костром. Потому что вот такое вот, ну, такое восстановление жизни, оно... Ну, довольно-таки сложное, проблематичное и неудобно. Сейчас я говорю исключительно из неудобности. Если с другой стороны посмотреть, конечно, да, это как-то так добавляет какого-то интереса к игре. Но вот... Я честно, я не знаю, каким способом разжечь костер, поэтому... Предполагать, если вы знаете, то не нужно предполагать, пожалуйста. Если вот вы знаете, то скажите. А так вот... Ну, иначе ненужным по-другому никак. Ну, и что? Я просто выкинул факел. Просто я... Почему-то вот зачем-то горит. Факел. Странно. Нет, я не знаю. Я не знаю, как разжигать костер. Хоть и... Вроде бы нельзя говорить, я не знаю, в игры, да? Особенно, когда вы смотрите. Ну, я надеюсь, вы мне посоветуете, как разжигать костер, потому что все-таки... Я никогда не позиционировал себя, что я такой специалист в играх, и я всегда советовался с вами. Всегда просил помощи. Так, а кто мне в ответ куда-то сейчас пустил стрелу в лоб? Да нельзя мне промахиваться, блин! Так раздражает, что вот... Ну, как сказать, не во все попадаешь. То есть в макушку, в верхнюю макушку... В верхнюю макушку врага не попадаешь. То есть... Такие вот... Как бы это правильно назвать-то? Нюансы, так сказать, игры. Они немножко... Как сказать? Не то, что раздражает. Они неудобные, очень неудобные. Ну что ж, на этом, наверное, все-таки пора заканчивать, потому что зачищать я это помещение буду, этот замок, очень долго, и буду выносить от него все. Я бы вообще с этого уровня вынес, постарался бы вынести все, что можно, потому что все-таки... Так, а нет, я вот... То есть я так медленно это все делал, что мобы начали заново появляться. Я так понял, что ли? Похоже. Офигеть. Офигеть! То есть я просто не успеваю зачищать замок, представляете? То, что мобы появляются быстрее, чем... Да что ж ты, господи. Вот, посмотрите, у меня с одного удара убрал четыре... жизни. Это вообще... Куда я сейчас выстрелил? Офигею, блин! Отлично! Я вам говорю, что игрушка не так проста, как кажется в самом начале. Довольно-таки сложно в нее выиграть, и довольно-таки есть очень много таких вот сложных нюансов, которые не так-то просты, как хотелось бы на первый взгляд. Господи, как тут много всяких строений. Смотрите, какие... Какое-то поселение заброшенное. Господи. А я еще замок хочу зачистить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение, то есть на 50 лайков, и я начинаю снимать новую серию. С вас лайки, с меня новая серия. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Также мне нужен переводчик, если вы знаете английский язык и желаете переводить обновления и помогать мне в развитии группы. Пишите мне ВКонтакте. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока!